Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Есть целый ряд колбас, который объединяет общий принцип приготовления. С сырым фаршем набиваются оболочки, затем все запекается в духовке или обжаривается на сковороде. После чего термообработанные таким образом колбаски укладываются в форму для хранения, заливаются тем жиром, который вытопился из них при готовке и в прохладном месте хранится. Для употребления такую колбасу следует из жирового плена извлечь, разогреть и со вкусом употребить. Ярким представителем таких колбас является такая простейшая колбаса из свинины, которая в гостах получила название украинская жареная. Как вы догадываетесь, название отют не означает, что рецепт такой колбасы изобрели именно в Украине. Такие колбаски готовят и в Польше, и в Литве, и в Белоруссии, и в России, и на Дальнем Востоке, и в Сибири, везде. Также, например, как известный интеракцион парк развлечений. В русскоязычных странах он известен как американские горки, а в Америке идет под названием русские горки. Но не суть важна. Колбаски подобного типа у нас Сибири очень любят, я их часто готовлю и сегодня собираюсь начать съемку целой серии роликов про жареные колбаски. И сегодня будет ролик по мотивам украинской жареной по ГОСТу 31501 2012 года. Вчера я взял свиную шею и свиное плечо, нарезал кусочками по 16-20 мм. По ГОСТу в эту колбасу идет полужирное сырье. Полужирное – это от 30 до 50 процентов жировой ткани. Затем нарезанное сырье сложил в чашу, добавил обычные поваренные соли и как следует вымешал. Вот этот процесс тщательного вымешивания очень важен. Смотрите, соль растворяясь, проникает толщу мяса и увеличивает астматическое давление на стенки клеток. От повышения давления некоторые из клеток лопаются и клеточная жидкость выходит наружу. В результате механического вымешивания, энергичного, также часть клеток лопается, также часть клеточной жидкости выходит наружу. Эта клеточная жидкость содержит, в том числе, белок. Вот этот белок, смешиваясь с солью, жиром, организует такую эмульсию. Естественно, нельзя говорить полностью про эмульсионную колбасу в данном случае, но, тем не менее, мясо пропитает липкость. Каждый кусочек становится размочаленным. Видите, какое получается мясо? Кусочки мягкие, очень липкие. В результате набивка колбасы получится плотной. Вот в таком виде я убрал сырье и просалился в холодильник на сутки. И сегодня в него остается добавить чеснок, пряности, тмин, перец, сахар и набить колбаски. Чеснок слегка на рулю, чтобы проще было его с лукой растереть. Перец сюда и тмин с сахаром. И теперь старательно вымешиваю в своем миксере. Можно, конечно, и руками все это перемешать, но миксер есть, он зря простаивать будет. И еще момент. Для того, чтобы легче потом колбаски набивались, в фарш можно добавить воды и процентов 10 примерно от масс сырья. Набивать буду при помощи китайского колбасного шприца с Алиэкспресса. Там их много разных. Ссылку на шприцы оставлю в описании. Кстати, обзор на канале был, и на обзор тоже ссылочку ищите в описании. Туральную свиную череву я примерно час назад замочил в прохладной воде. Ну что, набиваем. Теперь вязка. Радиционно такие колбаски сворачивают и привязывают такой, знаете, улиткой. Вот и я не буду от традиции отклоняться. Чтобы не полопались при жарке, надо проштриковать хорошенько. Вот такая красота. Их на самом деле и в сыром виде можно заморозить, а потом, когда захочется, полакомиться. Не размораживая, выкладываем на форму для запекания, на 50-60 минут духовку, и вот вам счастье. Но я сегодня сделаю все как положено. Отправлю в духовку на 40 минут, температура 200, верхний и нижний нагрев. На 40 минут, а не на 50-60, как я только что сказал, потому что она не заморожена. Естественно, быстрее приготовится. На самом деле, я до сих пор не определился, какая колбаса для меня вкуснее. В сыром виде замороженная, потом обжаренная, горяченькая такая. Либо сначала приготовленная, потом в готовом виде замораживается или просто в холодильнике лежит, потом разогреть нужно. Это вы сами на свой вкус определяетесь. Но смотрите, сейчас мое время есть для того, чтобы запечь, а потом, к примеру, когда понадобится быстро поесть, вот этих самых 50-60 минут может не оказаться. Потому что готовый колбасу всяко быстрее разогреть, чем 60 минут ждать ее готовности. Хотя, конечно, я лукавлю. Вот этих полутора килограммов при моих проглотах хватит сегодня до вечера. К вечеру уже от них ничего не останется. отрепетирую хранение. Видите, сколько жира вытопилось? Естественно, он не попадет. Когда соберетесь такой колбаской, полакомиться, достаете из холодильника, собираете немножко жира с поверхности, на этом жиру обжариваете картошечку, тут же разогреваете колбаску, и вот там счастье. Ну, и как вам такой натюрморт? Ну-ка, Кусманчик. А как пахнет сумасшедше. Это совершенно обалденная колбаса. У нее единственный недостаток, сколько бы вы не приготовили, все равно до вечера не доживет ни кусочка. Все съедите. Она чудовищно вкусная. Просто потрясающе. Если вы таки сможете вытерпеть, сложите, как я сложил, в посудину, зальете жиром, попытайтесь похоронить в холодильнике хотя бы пять суток. Не дохраните, все равно съедите раньше. Но пять суток по ГОСТу она лежит. Больше. Может, наибольше лежит, но никому не давалось сохранить его дальше. Съедает раньше. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока!